Спросили, актуальны ли мне сейчас заработок в интернете. Ну, я, конечно же, ответил актуально. Легкие деньги, онлайн-торговля, сайты подделки, кибератаки продолжаются. Мошенник — это циничный человек, который абсолютно не испытывает к жертве никакой жалости. Продавец выслал товар, но вместо айфона пачка сахара — это уже не анекдот. К сожалению, у моих знакомых были похожие случаи, когда они сталкивались с мошенниками. Злоупотребление доверием и обман значатся в сводках, а слезы и пустые кошельки остаются за кадром. Резко увеличилось количество мошенничеств, регистрируемых в Республике Беларусь. Половина, 50% из-за мошенничеств, в общем, это мошенничества, которые совершены с использованием интернета. Крупные интернет-площадки по продаже товаров не застрахованы от мошенников, что говорить о всевозможных барахолках. Риск нарваться на афериста есть всегда, что бы вы ни покупали и ни продавали. Их цель — ваше сбережение. У меня было опубликовано объявление о продаже своего старого пальто на сайте Куфор. Буквально спустя несколько минут после официального опубликования мне в Вайбер пришло сообщение о девушке, которая якобы заинтересовалась данным моим товаром. Она стала узнавать дополнительные параметры, я померила все, отправила ей. Ну и она уверенно написала, что берет этот товар. Переводят деньги неустановленному лицу. Как правило, это небольшие суммы. Номер абонента по коду не относился ни к одной мобильной сети нашей страны. А также девушка настаивала на том, чтобы доставка данного товара осуществлялась только посредством Куфора доставки. К сожалению, у моих знакомых были похожие случаи, когда они сталкивались с мошенниками именно на сайте Куфор. Поэтому я поняла, что, скорее всего, мой случай не исключение. Не получают ни товара, страница блокируется, значит, общение с продавцом, так скажем, прекращается. В результате длинной переписки все-таки она или он, в любом случае человек с нечистыми умыслами, выдал себя и, так сказать, пожелал им даже удачи. На торговых площадках нередко начали появляться объявления о сдаче квартир. Мошенник не прекращает с вами общаться, а в течение нескольких часов выходит с вами на связь в той же переписке, говорит, что у него форс-мажор, он не может вас заселить туда, куда вы хотели заселиться, и просит реквизиты вашей банковской карты, в том числе и CV-код, для того, чтобы отправить вам назад ваш задаток вернуть. Я уехал в командировку, хотел снять квартиру. Позвонил, договорился, заплатил деньги, перевел в залог 30 рублей. Потом перезвонили, сказали, что форс-мажор, деньги вернут обратно. И попросили данные карты. Я сбросил данные карты и этим попал. Никому не сообщайте данные карты. Ведите переписку только на интернет-площадке по продаже товаров. Наши слабости противнику известны. Но неизвестно, чем заканчиваются миллионные рассылки о заработке в интернете и чем рискуют желающие легких денег. Оказывается, надо было играть в онлайн-казино «Вулкан». Есть, конечно же, легальные, но это была адаптация. Фейк-адаптация, как хотите так и называйте. Я играю на его деньги, но выигрыш делим в отношении 60 на 40. 60 ему, 40% мне. И потом уже только мне так называемый работодатель написал, что я должен оплатить комиссию и налоги на выигрыш. Мошенник, он достаточно циничен, но он хороший манипулятор. Он неплохо знает психологию и особенно болевые точки жертвы. Он играет на этих болевых точках. Для него это не коммуникация, для него это бизнес. Я потом попросил у родственника деньги на то, чтобы оплатить налоги эти. Потратил более тысячи долларов в общей сложности. И ни копейки мне не вернулось, даже неиспользованных платежей, не говоря о том, что мне не пришел выигрыш. Я наткнулся на человека, который занимался заработком на спортивных мероприятиях. Он предложил мне свои услуги. Я перевел ему на счет в букмекинской конторе 15 тысяч россии. Пришло от него сообщение, что я выиграл более 100 тысяч российских рублей. Для их получения мне нужно было оплатить комиссию в размере 12% от выигрыша. После этого, после того, как я ему перевел, диалог с данным человеком был удален. Еще одним способом совершения хищений является использование злоумышленников в социальных сетях, например, ВКонтакте. Злоумышленники либо взламывают, либо создают фейковые аккаунты и рассылают сообщения друзьям с целью получения таких реквизитов. Аферистов интересуют не только данные кредитки. Вам может прийти сообщение от близкого человека или родственника, где вас просят помочь финансово. Не поленитесь в таком случае связаться с ним или поговорить лично. Помогать – благородное дело, но сначала лучше убедиться в адресате. С 2018 года в 4 раза увеличилось количество совершенных вымогательств в интернете. И на сегодняшний день можно констатировать, что все нераскрытые вымогательства – это вымогательства, совершенные с использованием сети интернет. Молодой человек, как правило, становится жертвой этого преступления. Когда он знакомится в сети интернет с девушками на сайтах знакомств, те просят перейти его по скайпу. Она предлагает ему там обнажиться. Он обнажается. В это время происходит видеозапись. Резкое общение прекращается. И тут же потерпевшему предъявляется требование о переводе денег. Кибер-аферисты зарабатывают на нас. Их методы меняются, способы множатся. И, скорее всего, продолжение следует. Чтобы не оказаться героем нашего очередного сюжета, просеивайте поток информации, который сегодня способен захлестнуть с головой. Уберечься поможет грамотность в информационной сфере и, конечно, здравомыслие. Редактор субтитров А.Семкин